В Барнауле заговорили об обновлении общественного транспорта, но на это нужны федеральные субсидии, высказал мнение председателя общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. В краевой столице транспорт изношен максимально, через несколько лет его может и вообще не стать, пишет АИФ Алтай со ссылкой на мнение эксперта. Новый электротранспорт в последние пять лет не поступал в столицу края. Ситуация, когда автобус сходит с линии из-за поломки, давно никого не удивляет. Самые старые автобусы большой вместимости, которые эксплуатируются в Барнауле, выпущены еще в Германии в начале 90-х, поэтому необходимо настаивать на внедрении специальной федеральной программы на усовершенствование транспорта в регионах. 26 марта Фонд имущества Алтайского края проведет открытый конкурс, на котором будут продавать историческое здание, известное как «Магазин Сухова». Оно расположено в Барнауле на улице Льва Толстого. Как пишет Политсибру, объекты на торги выставляют впервые. В состав лота входят нежилые помещения общей площадью 691 квадрат, земельный участок 786 квадратов и начальная цена 6 869 000 рублей. По условиям конкурса покупатели обяжут отремонтировать здание, починить крышу, восстановить водостоки и произвести внутреннюю отделку. Все работы победитель должен завершить к 1 мая 2022 года. Бийский музыкальный колледж порадовал зрителей новой постановкой по страницам опер и оперет. Участие в ней принимали студенты, выпускники колледжа, преподаватели и учащиеся музыкальной школы. Готовиться к концерту они начали еще в сентябре. Бийский рабочий пишет, что идея создать музыкально-театрализованную постановку, родилась у преподавателя колледжа Фаины Морозовой. Она же стала режиссером и постановщиком. Красочные костюмы, декорации, все было сделано своими руками. Зрителям постановка пришлась по вкусу. В село Яйлю, республики Алтай, прилетело сотня свиристелей. Яркие птицы наблюдаются в окрестностях Телецкого озера и рядом. Село находится на территории Алтайского биосферного заповедника. Как пишет московский комсомолец на Алтае, птицы прилетают на лед Телецкого озера пить воду возле трещину берега. Им нужна жидкая вода, считают сотрудники заповедника.